итак всем здрасте ребят ну чё продолжаем разбираться в теме автомобильного света и сегодня у нас вот такая вот опять новиночка друзья мы у кого-то на канале вы можете видеть одно и то же все да потому же одно и то же там вот это вот она едино ничего нового если что-то появилась это пипец какое событие у нас вот каждый видеоролик это новинка 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 ну а сегодня в 85 лет вот такая вот замечательная коробка это новая компания у нее тут название чего-то там c hd чего-то вот короче вот такая какая-то штука летки длайт вот такая вот вот такое вот вот такое вот такое вот все и вот говорит нам вот эта наклеечка что это в 85 серия так 24 вольта и аж 7 цоколь все больше тут ничего даже с обратной стороны нет но коробка тактильно приятная красивая кайфовая 4s единственное что я еще смог разобрать из этих иероглифов ну блин необычная прикольная своеобразная коробочка будет тоже узнаваемо на полочке то есть такая черненькая св 85 красненьким да да друзья мои и давайте распаковывать сразу во первых для чего нужны эти лампы да многие спросят сейчас на хрена ведь у вас же есть уже интересные прикольные лампы на 24 вольта да друзья но эти лампы конкретно позиционируются для линз потому что они идут очень очень мощно внутри кстати вот такая штука и снял вам не показал вот так вот она закрывает ребят вот такая вот штучка вот они короче по 75 ватт на каждую лампочку то есть как бы довольно таки мощно чип довольно таких крупных смотрите как одно дело там лампы на 24 вольта которые есть у нас уже то есть попроще покруче там попроще уже меняется ассортимент поэтому я заведомо не говорю какие сейчас есть потому что вы этот ролик можете посмотреть в 2024 году в начале года в середине в конце короче вот как-нибудь посмотрите или там вообще в 25 году посмотрите скажете о а вы говорили вот позиции у вас это есть как сейчас происходит с в третьими со старыми роликами там со вторыми до сих пор люди просят м вторые до сих пор люди просят я вот на тот момент жалею что именно говорил что они вот сейчас есть в ролике ребят короче у нас есть что-то на сегодняшний день в 24 вольта есть переходите вот там вот по ссылочкам внизу там вам все расскажут актуально подберут подскажут ну в общем сделают за вас всю работу вы естественно с людьми это все согласуете ну и вот такая вот штука именно для линз аж 7 лампы актуально на 24 вольта с полноценной обманкой 75 ватт в короче круто как всегда стандартный вот такой вот у нас драйвер вот что-то написано что 24 вольта да он небольшой хорошие оплетки нормальная вилка и в принципе человеческая фиксация провода который не барагозит не вылазит не выпрыгивает в принципе нормально зафиксировано помимо этого у нас есть металлический цоколь который вращается 360 градусов ребят то есть как хотим так и вращаем есть в принципе 7 лопастной вентилятор довольно таки не маленький но и небольшой и две медные толстые пластинки такие трубочки и пластиночка посередочке вот так вот вот такое вот охлаждение друзья мои вот такая система охлаждения но помимо этого у нас вот здесь вот прям торчит очень сильно медная трубка естественно это будет давать погрешность в свете поэтому это надо прям в линзу пихать в рефлектор я бы честно говоря не рекомендовал ну и чип чип ребят такой большой достаточно крупный в принципе очень сильно похож на к 7 c которая 75 ватт к то есть 150 ватт на пару вот очень сильно чип похож с двух сторон есть небольшая ванночка но это больше для формирования свето-теневой границы и горячего пятна в непосредственно линзе ну и все ребят вот 75 ватт на лампу что-то там заявляется много тысяч люмен я даже уже боюсь на эту тему говорить потому что кому не скажи все таки да ты что не бывает столько в лампе но ребят вот китайцы пишут они где-то это все намерили соответственно бога ради пусть это их проблемы наша проблема понять вообще самое важное самое важное понять есть ли смысл вообще смотреть на эти лампы или смысла нет поэтому мы сейчас вот эту вот штуку в темное время суток пихаем в рефлектор смотрим как это вообще нихрена не светит потом пихаем в линзу и смотрим как это дело умеет или не умеет светить поэтому переходим в ночной тест погнали у нас тут 12 вольт но по факту она работает 12 24 то есть но разрабатывалась на 24 с допуском на 12 это нормально поэтому мы сейчас сначала смотрим рефлектор галоген потом ее в рефлекторе и потом ее же в линзе то есть где будет светить лучше стандартная наша процедура поэтому переходим в тест так ну что господа ну вот так вот светит галоген то есть мы видим подъемчик мы видим полочку мы видим вот эту вот светотеневую границу то есть распределение света и тень неважно какой но она есть вот пожалуйста есть вот такая вот штука то есть туда мы досветить можем сюда но это вот тускловато желтовато вот такой вот галоген теперь ставим диодную лампу и смотрим что умеет она итак друзья ну что давайте вот посвятим но она вроде бы есть но она прям мы то это на свет тень не похоже не она вот есть подъем да но это больше похоже на пятно не свет теневую границу поэтому вот это не айс не рефлектор мне я давайте в линзу и так господа ну а вот и линза с этой лампы да и вот это прям для нее то есть есть засвет синеватость такая нот на белых линзах есть то же самое но при этом свет он не синева ты он просто белый ребят что вот прям удивительно но он просто белый то есть не 4 вот мне кажется вот это ближе к пятерке то есть 5 500 к но прям он беленький есть вот этот понятное дело за свет но не страшно но при этом блин классно свете очень класс есть стг широко и пятно она присутствует перед автомобилем вот этот вот не просвет но правая на левую фару левая на правую это пятно перекроется александр давайте переведем туда вот на пространство и посмотрим насколько же круто она светит здесь да да друзья он можем и 150 метров добить и 120 вот деревья и вот здесь вот прям ярко хорошо здорово блин как же круто и цвет такой приятный прям белый то есть без синевы без желтизны но прям хорошо да и широко посмотри как хорошо широко и заливка прям вот без пятен она такая равномерная везде класс не на самом деле классные вот пятно вот этот вот не просвет вот если ставить на уровень фары его практически нет то есть перед тачкой где доработают либо туманки либо вот правая на левую левая на правую то есть посмотри как широко светит и вот как раз это поможет доработать вот эти вот пятна так что друзья подводим итог и так ну что же давайте подводить итог лампа хороша только для линз друзья поэтому в рефлектор такой я бы не рекомендовал ставить а в линзах да имеет место быть греется но не сильно ребят то есть если вот брать все наши остальные тесты есть лампы которые нагреваются прям капитально то есть за заднюю часть невозможно взяться после теста а тут пожалуйста вот только что снимали только что она работала грелась хорошо справляется система охлаждения да достойный вариант ребят то есть драйверный блок вообще не нагрелся он холодный поэтому прикольная прикольная лампочка конкретно для линз ну или для дальнего света друзья потому что здесь вот все очень очень тоненько поэтому можно в дальний 75 ватт на дальний там вот 70 по моему 70 ватт вот 70 ватт на дальний классно вот в ближний в линзу достойно да очень даже достойно и в принципе все то есть в рефлектор я бы такой не рекомендовал в туманке тем более друзья и вот так что ну в 12 вольт если хотите можно хотя для 12 вольт там ассортимент огромен а вот на 24 пойдет то есть если у вас вот такой грузовик ну тут вот обычные фары рефлекторные а там у вас допустим линзы вот такая вот штука пойдет допустим камаз нео да вот под камаз нео прям классная штука но пока есть только в холодном свете так что друзья обращайтесь все ссылки на нас есть вот там внизу пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь если вы не подписаны естественно смотрите следите мы выпускаем дохренища контента пока до новых встреч